Сура 51. Рассеивающие ветра с именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь ветрами, рассеивающими, и тучами, несущими ношу, воду, и судами, плывущими по воде с легкостью, и ангелами, разделяющими среди творений повеление Аллаха. Ведь то, что вам, о люди, обещано, воскрешение в день суда и расчет, однозначно истинно. И ведь суд, день суда, однозначно наступит. И я, Аллах, клянусь прекрасным небом, обладающим звездными путями. Поистине, вы, о неверующие, однозначно пребываете в речах разногласных. У вас нет единого мнения о Коране и посланнике Аллаха. Отвращается от него, от веры в Коран и посланника тот, кто отвращен. Тому, кто отворачивается от ясных доказательств, данных Аллахом, не будет дано содействие к благому. Да погибнут лжецы, говорящие только на предположениях и догадках, которые пребывают в пучине, неверия и заблуждения, будучи беспечными. Спрашивают они, эти неверующие, когда наступит день суда. Это день, когда они, эти неверующие, у огня ада будут испытаны, наказаны. Вкушайте ваши испытания, наказания. Это то, с чем вы торопили в этом мире. Поистине, остерегавшиеся наказания Аллаха окажутся среди райских садов и источников, принимая с радостью и довольством то, что даровал им их Господь. Поистине, они, обитатели рая, были до того, до вхождения в рай искренними в благих делах при жизни в этом мире. Были они, эти искренние, лишь малую часть ночи спящими, совершая молитвы перед Аллахом. И перед зарей, в конце ночи, они просили прощения у Аллаха своим грехам. И в их имуществах была доля, обязательная и добровольная милостыня для просящего, нуждающего и открыто просящего у людей, и лишенного, нуждающегося, но не просящего. И на земле есть знамения, ясные доказательства могущества Аллаха для убежденных, у которых в вере нет сомнений, и также в сотворении вас самих. Разве вы не видите все это? И разве вы не размыслите об этом? И в небе ваш удел, дождь, свет и другие причины для появления пропитания, и то, что вам обещано, рай. Клянусь же Господом небес и земли, что поистине это, то, что обещано, истина, такая же несомненная, как и то, что вы разговариваете, обладаете даром речи. Разве уже дошел до тебя рассказ, история о почтенных гостях пророка Ибрахима, о почтенных ангелах? Вот пришли они, ангелы, к нему, к Ибрахиму, и сказали, «Мир!» Сказал он, Ибрахим, «И вам мир! Вы для меня люди незнакомые!» И незаметно отошел он, Ибрахим, к своей семье, чтобы приготовить угощение для гостей, и принес жареное мясо, жирного теленка. И приблизил его угощение к ним, гостям, и сказал, «Не покушаете ли?» И увидев, что они не кушают угощения, почувствовал Ибрахим в душе своей к ним страх. Сказали они, «Не бойся, мы ангелы, посланные Аллахом», и возвестили радостную весть ему о знающем мальчике, что жена его, Сара, родит ему сына, Исхака, который будет знающим об Аллахе и его законе. И, услышав эту весть, подошла жена его по имени Сара к ангелам с криком, ударяя себя по лицу от удивления и говоря, «Как я могу родить, когда я уже старуха, бесплодная?» Сказали они, ангелы, «Так, как мы сообщили тебе, говорит твой Господь, ведь поистине Он мудрый, который каждой вещи и событий устанавливает в свое место. «Все знающий, который знает, что лучше для его рабов», сказал он Ибрахим ангелам, «В чем же дело ваше, цель пути, о посланные? По какому важному делу вас послал Аллах?» Сказали они, ангелы, «Поистине мы посланы к людям, которые являются бунтарями, к людям из народа пророка Лута, которые отвергли закон Аллаха, чтобы наслать на них, как наказание, камни и закаменевшие глины. Отмеченные, обозначенные у твоего Господа для излишествующих, совершающих немыслимые грехи. И мы же вывели оттуда, из селения, где жил пророк Лут, тех, кто был там, из числа верующих. И не нашли же мы в нем другого дома, кроме дома пророка Лута, в котором жили бы покорные Аллаху. И оставили мы в нем, в уничтоженном селении, знамени, признаки наказания, которые не спасал Аллах, как назидание тем, кто боится мучительного наказания. И также в пророке Мусе оставили мы знамения для тех, кто боится мучительного наказания. Вот послали мы его к фараону и его знати с явной властью, с явными и сильными доводами, чудесами, дарованными Аллахом. Но он, фараон, отвернулся от увещеваний посланника Аллаха со своей опорой, со своими сторонниками и сказал о пророке Мусе, либо колдун, либо одержимый, сумасшедший. И схватили мы его, фараона, и его войска, и бросили их в морскую пучину, и утопили их всех. И он, фараон, достоин порицания. И также в гибели адитов есть назидание для рассуждающих. Вот послали мы на них, как наказание, губительный ветер, который не оставляет ничего, над чем пройдет, не превратив его в прах. И также есть знамения и назидание в гибели самудян. Вот было сказано им, пользуйтесь своей жизнью до определенного времени, пока не закончится ваш жизненный срок. Но они отошли от повеления своего Господа, ослушались Его. И постигло их поражающее наказание в то время, как они смотрели своими глазами, как надвигается на них это наказание. И не могли они не встать, когда их постигло наказание, и не помочь самим себе. И мы наказали гибелью народ Нуха еще раньше, прежде их всех. Поистине они, народ, которому был послан пророк Нух, были непокорными Аллаху людьми. И небо мы воздвигли, упорядоченно создали, могуществом, и поистине мы расширители, расширяем небо. И землю мы разослали, сделали пригодной для жизни, чтобы на ней была жизнь. И какие же мы прекрасные устроители. И от каждой вещи мы сотворили пару, чтобы вы всегда вспоминали о могуществе Аллаха. «Скажи им, о посланник, так бегите же, люди, к Аллаху, от его наказания, к его милосердию, уверуйте в Аллаха и покайтесь в неверии. Я, пророк, для вас от него, от Аллаха, разъясняющий увещеватель. И не делайте, не берите себе, наряду с Аллахом другого Бога. Я, пророк, для вас от него, от Аллаха, разъясняющий увещеватель». Так же, как курайшиты не признали посланника Аллаха, не было такого, что приходил к ним, кто был до них, к людям, которые жили прежде, посланник, чтобы они не сказали, колдун или одержимый бесами. Завещали ли они, прежние неверующие поздним, это, чтобы называть так посланников Аллаха, раз они все так говорят? Нет, они неверующие, народ, вышедший за пределы, и поэтому их помыслы схожи. «Отвернись же, о пророк, от них, от многобожников, пока Аллах сам не решит с ними. И ты не будешь порицаем, так как ты довел то, что должен был довести. И напоминай, продолжай призывать к Аллаху, так как напоминания и наставления полезны верующим. И я, Аллах, создал джиннов и людей и отправлял посланников только для того, чтобы они служили мне, исполняли мое слово и волю. И я не желаю от них никакого удела, и не желаю, чтобы они меня кормили. Мне не нужно что-либо от них, как нуждаются в пользе от своих невольников хозяева рабов. Поистине, Аллах, только Он дарующий удел рабам своим, обладатель силы, непоколебимый. Поистине, тем, которые злочинствовали, отвергая пророка Мухаммада, некая доля наказания, подобная доле наказания их прежних товарищей, которые отвергали прежних пророков, и пусть они, эти многобожники, не торопят меня с наказанием, так как оно, несомненно, придет. Горе же, погибель и несчастье тем, которые стали неверными, от дня их наказания, в который оно им обещано, в день суда.